Сегодня в онкодиспансере столичной первой поликлиники прошел день открытых дверей. Врачи-онкологи без записи проверяли женщин на рак груди. Очередь на бесплатный осмотр и консультацию тянулась с другого конца коридора. В онкодиспансере сегодня утром настоящее столпотворение. Уже в 9 утра в очереди на осмотр было не меньше сотни человек. А лифт в поликлинике невозможно было вызвать. Все женщины ехали на шестой этаж в онкодиспансер. Онкологи не ожидали такого наплыва. Все-таки рабочий день, но наши женщины нашли время для себя. Это очень радует, что наши женщины ответственны, переживают за свое здоровье. Сегодня приехали даже с Незавертайловки, из Днестровска, с Первомайска, с Кицкан. За этой дверью кабинета онколога решается судьба женщин. Все ли у них хорошо или придется позаботиться о своем здоровье серьезнее. Попасть за эту дверь у нас получилось. Все с согласия пациентки. Алина Евгеньевна проверяет ее грудь и параллельно проводит опрос. Людей много, надо всех успеть принять. А вот раньше грудь болела, беспокоила. Вот вспомните, когда была молодая. А нет, у моей мамы был рак грудей. Мама умерла. У этой пациентки сразу два фактора риска развития рака. Рак у мамы и отсутствие родов. Сейчас все хорошо, но ей выдали направление на бесплатную мамографию. Давали такое направление сегодня каждой женщине. Если было подозрение на что-то нехорошее, просили пройти обследование побыстрее. Вот тут написано где, вот тут направление. Спасибо вам. Если в результате, повторяясь, будет что-то не то, мы вас ждем с мамографией на контроль. Договорились? Да. На стеллаже в кабинете врача-онколога можно заметить высокий шкаф с картами онкопациентов. На некоторых картах одинаковые фамилии. Их мы не показываем. Это не однофамильцы. Просто на учете у онколога состоят целыми семьями. Рак очень хорошо передается по наследству. Если рак был у бабушки, значит, дочка и внучка должны задуматься. 16-летняя Тома именно из-за этой опасной наследственности сегодня пришла на день открытых дверей. Я надеюсь, что вообще все хорошо будет, потому что я очень боюсь. Я боюсь, что будет какой-то отрицательный результат. Многие женщины говорят, страшно идти к доктору, страшно услышать диагноз рак. А еще страшнее умирать. Чтобы вы понимали, сколько наших женщин болеют раком груди. Представьте, большой концертный зал на 2500 мест. И все места заняты. Женщинами Приднестровья. У каждой из них рак молочной железы. Вот тут сидит молодая девушка лет 25. У нее рак нашли на ежегодном обследовании. Первая стадия. Повезло, лечить можно. И даже грудь сохранить возможно получится. Наряд выше, женщина за 50. Обследоваться не любит, но грудь вдруг заболела. Ничего пройдет. Но примочки с капустным листом от соседки не помогли. Стало хуже. Рак четвертая стадия. Врачи бессильны. Говорят ее детям и мужу. Готовьтесь. Онкологи принимали людей почти целый день. Хотя по плану до часа дня должны были закончить. Но люди шли и шли. Всего обследования прошло больше 360 женщин. Рак и груди заподозрили у пятерых. А подтвержденное онкозаболевание молочной железы у семи обратившихся. Владлен Донковцева, Игорь Мацота, ТСВ.